На календаре 8 марта день, когда праздничным парадом командуют женщины. Уже в Древнем Риме существовал женский день, который отмечали Матроны. В эту весеннюю пору свободно рожденные женщины получали от своих мужей подарки, были окружены любовью и вниманием. Облаченные в лучшие одежды, с благоухающими венками на головах римлянки приходили в храм богини Весты, хранительницы домашнего очага. Самая популярная версия возникновения данного праздника связана с забастовкой текстильщиц Нью-Йорка или, как ее еще тогда назвали, марш пустых кастрюль. Он состоялся 8 марта 1857 года. Работницы текстильной промышленности, громыхая пустыми кастрюлями, ведрами и тазами, протестовали против невероятно тяжелых условий труда и мизерной зарплаты. В 1908 году уже их внучки требовали в этот день запрета детского труда, улучшения условий на фабриках и предоставления женщинам права голосом. В 1910 году в Копенгагене на международной конференции женщин Клара Цеткин предложила ежегодно отмечать Международный женский день 8 марта в память о давних нью-йоркских событиях. В России же этот день празднуется с 1913 года и очень прижился. Постепенно он потерял политическую окраску и стал днем всех женщин, праздником весны, любви и красоты. 8 марта 1966 года Международный женский день 8 марта был объявлен нерабочим днем. В этот же день 290 лет назад, 8 марта 1722 года по указу Петра Первого в Петербурге приступили к систематическим наблюдениям за погодой. Регулярные метеонаблюдения в Самаре начались благодаря немецкому доктору Юлиусу Укке, который привез из Германии невиданные доселе приборы, термометры и флюгеры. Самарцы долгое время смотрели на него как на занятного чудака, который весной 1854 года построил около своего дома какие-то причудливые башенки и будочки. Вскоре странный немец день за днем стал записывать в толстые журналы подробные сведения о температуре воздуха в городе, об атмосферном давлении, о количестве осадков и так далее. Никому из обывателей это тогда не было нужно, но тем не менее Юлиус Укке вошел в историю в качестве самого первого самарского метеоролога. Ровно 98 лет назад, 8 марта 1914 года свет увидел первый номер журнала «Работница». Этот общественно-политический литературно-художественный ежемесячник вышел в Петербурге тиражом 12 тысяч экземпляров. В издании журнала «Работница» участвовали в разные годы Надежда Крупская, Инесса Арманд, Александра Каланта и другие. В 1914 вышло семь номеров, три из них были конфискованы полицией. 1929 год. Ленинград. Концерт в честь 8 марта. Впервые на сцене театрализованный джаз Леонида Утесова. Успех был ошеломляющим. Позже Утесов писал «Когда мы закончили, плотная ткань тишины зала словно с треском прорвалась, и сила звуковой волны была так велика, что меня отбросила назад. Несколько секунд, ничего не понимая, я растерянно смотрел в зал. Оттуда неслись уже не только аплодисменты, но и какие-то крики, похожие на вопли. И вдруг в этот миг я осознал свою победу». Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения известного актера и режиссера Евгения Матвеева. Сергей Никитин, знаменитый бард, написавший всем известные Александру, Бричмулу и Ёжика с дырочкой в правом боку, родился тоже 8 марта. 8 марта с днем рождения поздравляют актрису самарской драмы Елену Ивашичкину. В этот праздничный день на Руси девки кисли. И в том не было ничего удивительного. Если до масленицы свадьбу не сыграли, то теперь ждать им было нужно до лета. Однако и закисшие девки времени даром не теряли, да всякие приговоры для привлечения женихов говорили. А еще незаметно ото всех вметали ссор с улицы в избу и заметали его в передний угол, где его никто не увидит, приговаривая «Гоню я в избу свою молодцов, наезжайте ко мне женихи из чужих дворов». Особые приметы были в этот день о сороках. Говорили «С этого дня сорока гостей не прочат, вперед свахи к дому не летит». Надо сказать, что сорок на Руси не особенно жаловали, как, впрочем, и ворона, сову и филина. Согласно легенде, якобы сорок проклял один набожный старец за то, что одна из представительниц этого племени унесла последний кусок его сыра. Это был календарь губернии. С праздником весны и до завтра!